всем приветики пришла ко мне такая вот послочка с алиэкспрессом довольно таки большая самое интересное что пришло без налога потому что она стоит 40 долларов и должна облагаться типа налогом но без налога пришла это хорошо получается это это лампа для монитора компьютера и она там было две версии профессиональная которую я взял за 40 долларов и обычно который стоит 25 долларов и как и про и которая и как раз таки то что стоит больше 25 долларов 5 долларов нужно облагаться дополнительным налогом но не обложили потому что видимо они что смотрят через свой рентген что тебе здесь посылки все видят что что-то дорогое типа обкладывают они лампы две похожие типа обычная версия профессиональная это в принципе она и так на вид они похожи просто если по ним две переда бы лежали они принципе похожи а если через рентген смотреть они что когда достают из самолета через рентген смотришь чтобы там типа все норма была через рентген точно не поймешь профессионально это или обычно обычная подходит для того чтобы не облагать дополнительными денежками а профессиональная уже нужно облагаться но на этой почтовой посылке написали что это зарядка для мобильного телефона хотя это не зарядка и стоит она 4 доллара она на самом деле стоит здесь раз дороже 40 долларов почтовый пакет с пупыркой вот он это внутри еще и зарядка есть все внутри больше ничего нету вот пустой пакет и получается вот в почтовом пакете с пупыркой была такая коробочка с лампой для монитора и зарядка для него от фирмы базис lighting он такая вот коробочка довольно таки красиво смотрится профессиональная версия отличается от обычно то что здесь крутилочка такая в обычной там кнопочки мне кажется куртилочка как раз таки круче чем ну чем кнопочками такая вот коробочка такая вот лампа базу lighting а его к сервис про я профессионально версия заказал мне она реально больше понравилось чем обычно нев апгрейд а а суме трик но я не понимаю что такое коричневого обновления какой-то так она выглядит спереди сверху у нас пишет что надо перевернуть чтобы понять что здесь пишет какие-то характеристики правда не знаю что они значит температура цвет температуры выбирается яркость функция памяти то есть то что за задал будет запомнена нет синего света нет струба flash работает от ее избе потому сбоку на что ничего к большая коробка что же в кадр не влазит просто огромная коробка ну вот на мониторе она стоит вот так вот сверху и подсвечивает тебе как раз рабочий стол вот она видно по свету вот он так падает освещая все перед тобой удобно довольно таки по идее вот он монитор стоит так стоит ламба и светит такой перед монитором правда все на английском очень понятно еще показать как правильно типа 5 40 миллиметров а если но это это правильно а если отгинать больше 40 миллиметров то это уже крестик неправильно подключение через type-c кабель а дальше ничего не понятно больше это регулирует температуру освещения характеристики на китайском на на английском нас больше английский интересует конечно китайским и точно не поймем есть даже какие-то вот знаки типа качества какие-то наклеечки такие интересные скрепан чек типа смотрите и проверьте а что там должно быть но есть сервис в общем еще один qr-код в общем это наверно для проверки типа серийного номера ну что чтобы на официальном сайте базе вас а видимо проверить что это реально их продукцию скрессу все коробка поломана она на все так сильно видно или здесь вот коробочка вот идет ровненькая такая или здесь вот так как в пальцы у меня впадает штука вминается и аж порвано ну естественно естественно они просто эту коробку положили почтовый пакет с пупыркой хотя должны были эту коробку дополнительно обернуть пупыркой я не знаю в два три четыре слоя это все таки лампа я я бы хотел конечно же слой 34 эту коробку пупыркой обернули только потом в почтовый пакет положили но продавец как обычно сэкономил но это зарядное устройство от от фирмы базе вас тоже он показывает что можно использовать и дома и там для монитора и для машины здесь тоже такая штучка как и здесь кстати что это значит какая-то еву евре здесь что-то написано хотя наверно лучше достать она же достается по идее или это нужно разрезать да видимо это отрезается а дальше нужно открыть как zip пакет по идее да то есть отрезаешь верхнюю штучку а вот это можешь уже вот защелкнуть если тебе нужен этот пакет ты можешь его защелкнуть хотя мне не нужен ну и так проще смотреть будет на все эти по надписи они сразу станут ровненькими а были не ровненькие здесь ничего такого здесь у нас все обернуто пленочкой чтобы она не вымазалась типа не попортилась где эта пленочка берет свое начало чтобы я снять так все нашел вот он берет свое кстати она такая чистенькая то на пленочка снимаем ее вот получается он такой чистенькая базе us на какая прям вся не заляпана еще чистенькая новенькая даже не хочется и трубы с пальцами а то сейчас все грязненькая будет но дальше показаны характеристики базе us travel charger модель может выходить 5 вольт 2 ампера 5 вольт и 2 ампера а здесь и избитые штуки до ты не двери и спешки с обоих выходит 5 вольт 2 ампера то есть могут одновременно заряжать два устройства подписано usb 1 сверху и весь бедом если подключены одновременно 2 то выходит 5 вольт и 2 и 1 ампера с каждого что ли так но все это нам пока не надо дальше раскрываем упаковку лампы ну что ж по упаковка по моему даже заклеена вот здесь есть наклеечка что говорит о том что ее не вскрою не вскрывали по идее или это не одна наклеечка нет 1 и нет 1 хотя нет вот и вторая просто чувствую какое-то натяжение что-то мешает открыть я думал может быть где-то эти язычки застряли или все таки наклейка есть хотя нет одного срезаная упа получается три наклейки вот это я отодрал вот это я отодрал а вот это я не трогал а вот это я не трогал кто ее от отрезал я ее не трогал вот это уже странно уху внутри такой поролончик на крышечке что довольно таки интересно такой вот где-то двух миллиметровый слой поролончика где-то миллиметрик 2 будет я думаю довольно таки так прикольно выглядит солидно дальше у нас пластиковый контейнер вот все там у нас ничего нету снизу сверху двух миллиметровый слой поролона убираем и остается у нас такая вот лампу так это что конвертик какой-то хотя можно и так достать а можно и открыть конвертик типа как тебе удобно как жундук сделан так прикольно вообще очень прикольно мне нравится первое впечатление при ну типа приятное цветы типа во первых три наклеечки правда непонятно почему она обрезана во вторых внутри поролончик встретить их такой вот конвертик но он таки прикольно круто сделано потом в конвертике что у нас лежит это что у нас типа правда все на английском ничего не понятно типа может какая-то гарантия или что это мне кажется он должна открываться или нет не открывается просто такая штучка на этой стороне китайский так потом типа наклейки какие-то на это наклейки он нужно она не отклеиваются эти вот и можешь этих зверьков наклеить себе на монитор наверно и или на лампу ну короче еще наклеечки зачем-то положили ну это видимо сама инструкция до instruction маном дальше у нас идет что описание продукции какое-то параметры аксессуары лампа кабель и инструкция там еще и кабель должен быть дальше пишется что где подключить кабель сверху чуть не понимаю как она все регулируется такая штука как правильно как неправильно здесь и тайп си порт нашего кабель на инструкция правда жалко что на английском но естественно как бы на русском мало где есть на русском в иностранных таких вот у иностранных производителей там уже еще вторая сторона есть там наверно на китайском но прикольно что вторая сторона была на русском мне кажется мне больше русских покупателей чем китайских так дальше дальше достаем все отсюда здесь как мы видим тоже какой-то конвертик типа с кабелем не так все прикольно упакована в такой коробой он так он так выглядит интересно такая коробочка и такой язычок за который ты типа вытянешь ее вот реально как ты оттуда вытянешь без этого язычка нашу практически в полотную лежит посмотрите как он туда плотненько и ложится как она интересненько достается просто ничего себе прикольно это очень такое впечатление создается приятное на самом деле держать в руках вот это вот все приятно здесь тоже типа ты можешь открыть сверху и высыпать а можешь как типа конверт как такой вот конвертик наверное надо ставить да может так распаковать ну таки интересно вот он кабель type-c я кстати мало устройств которые работают на тайпси в основном все на микро юсб хотя сейчас все современное устройство просто меня все уже довольно таки старенькая а современные работают на тайпси вот он и избежка обычный так полтора метра говорят здесь должно быть ну да по идее так на вид есть так ну и вот он тайпси сколько там контактиков приходит 4 с юсб я выходит вон сколько это жестко так 300 вольт 80 градусов вот он кабель и вот он зарядник то есть уже это это есть дальше идет видимо сама лампа все остается только пластмаска он так пластмаски довольно таки неплохо упаковано по идее я снизу вот она немножко защищена и сверху поролончик был по идее да она неплохо защищена так здесь все такое в пакетиках кстати думки увесистая мне кажется не знаю 500 грамм муж килограмм здесь есть так в руках так чувствуется прямо не килограмм вряд ли конечно но такие пакетики пакетики такие на ощупь мягенькие здесь у нас что-то написано продукция работает вот адаптера 5 вольт 1 ампер что такое не поддерживается по 9 вольт не подключайте типа что-то там а то дмэйч типа повредиться короче наверно слишком большой там где 9 вольт наверно нельзя подключать это типа повредиться это все хотя это все железненькое вот это железненько вот эта лампа вся железненько он так тяжело так двигается типа на кстати я не показал эту сторону показал а это а это не показал мадрин чайна базирус здесь все характеристики но вот эта штука такой железненько он так вот так тяжело так медленно выдвигается так прямо с усилием с таким по идее на вниз должны так вот на монитор ставится и вот эта штука тоже регулируется ну и вот сама лампа она на лампа светодиодики там и светлые и такие беленькие желтенькие по идее они создают свой свет еще такой козырек есть он она беленькая лампа а это черненькая просто козырек он такая кругленькая такая он порт под ее избитая всего на сверху болтики такие на шестигранник он они но здесь кнопочка получается на интересную штуку ну и еще кстати вот этот регулятор вот он крутится интересно у него есть пор или нет нет он бесконечно крутится сюда я вот кручу она не фиксируется то есть нет такого чтобы она раз и зафиксировался не дает дальше тяну просто бесконечно крутится а эта кнопка чик нажимается продана как это немножко кривоватое как будто бы сверху зазор маленькие снизу большую нуте вон видно сверху к маленькая щелочка снизу побольше ну можно кстати попробовать подключить он сверху есть биток так лучше видно ну и туда мы подключаем получается щелкнула а дальше а дальше в зарядник ну все готово по идее нужно пробовать пробовать включать пик так ну что ж первое включение вставляю в розетку вставил у по у по она прикольно загорается и гаснет оба так не спеша загорается и так не спеша ищем еще медленнее гаснет когда мы крутим яркость становится больше вверх больше а вниз а вниз меньше то где тусу тусклее горит так если в камеру смотреть прикольно так гаснет а как цветами есть там же как-то цвета можно было менять типа с белого на более желтый сейчас он более белый такой хотя все я разобрался немножко инструкцию почитал получается вот мы включаем включился такой белый цвет держим немножко дольше и включается вот желтый я не знаю видно там на камере или нет но сейчас только белые светодиодики горят подерживаем он и на и видно такие желтенькие загорелись на отражение видно желтенькое загорелось держим вот погасло уже такое более промежутки стали более такие темные удерживаем желтенькие стали это так особо и не видно на камере на самом деле все и прям я прямо разобрался оказывается нужно держать здесь ты вот включаешь вот он включилась вот она включилась горят белые нажимаешь держишь и потихоньку загорелись желтенький а белый потихоньку гаснут если отпустить она так и останется все нажать и дальше держать начинает переключаться на другой света еще раз нажимаешь держишь и она уже на следующий переключается не переключается чтобы все еще столько желтые горят нажимаешь нажимаем icana желтой гаснуть играется белая отпускаем так оно и горит нажимаем еще раз задерживаем начинает обратно то есть переключение на перек Undertale идет переключение по каждому нажатием на держать и выдержанием это переключение но переключение плавное выс Kombat отпустишь она на том моменте на какой на котором дошло становится так и будет еще раз нажмешь больше держать начнет уже на другой цвет переключаться это прикольно он таки простая но крутая штука она не белые желтенькие но дальше можно попробовать но монитор положить посмотреть как там будет смотреться ну вот в данный момент мой компьютер освещается это иным-то образом во-первых светит лампа которая на потолке плюс светит вот эта лампа примеру сейчас вот покажу выключу вспышку на телефоне вот так вот выглядит без вспышки на телефоне если выключить свет на потолке то это будет вот так не особо то и заметно но в комнате сразу темно становится только здесь вот освещено включить то в комнате светлее становится она принципе видно он там темнея становится она вообще так в целом это видно а если выключить вот эту лампу тогда за компьютером вообще темно становится вот это вот все освещение вот вот потолка то есть довольно таки темно то есть если выключить освещение с потолка вернее если выключить настольную лампу то тут становится очень темно так же как если включить только ее тогда тут становится светло а выключить например на потолке тогда вокруг становится темно и тоже как-то не очень поэтому я всегда говорит когда сижу за компьютером и на потолке и это а я хочу поставить сюда чтобы она освещала здесь и тогда может быть даже можно будет выключить ее она может тогда не понадобится потому что как вы уже обратили внимание когда вот горит эта лампа монитор на мониторе есть какие-то блики типа от стола а если ее выключить то монитор более так лучше виден типа никаких бликов я думаю может быть лампа если повезти на монитор ту который купил то возможно с ней будет лучше чем с этой настольной плюс по идее от монитор уже есть какое-то излучение и по идее лампа которая висит на мониторе и сразу будет светить ну так вот под углом типа она она это излучение будет немножко как бы сбивать как бы по идее для глаз должно быть лучше я так думаю поэтому я купил чтоб глазам было получше ну сейчас попробую поставить наверх посмотреть хотя для монитору домой такие улице столом по я не знаю монитор так считается проекта стол заденешь а когда лампа так а здорово на нибудь и сильно наверно еще больше вы шататься к примеру вот могу показать его толкая стол немножко по клавиатуре печатая видно и лампа шатается на монитор бывает тоже шатается но она неважно сейчас попробуем лампа повесить кстати вот эта штука вот это довольно таки увесистая очень наверное вам потому что полегче быть чем на это она такая специальная как противовес чтобы лампа не перевесила тип чтобы она баланс типа было и так думаю ну вот как то так вот конечно пришлось немножко пожертвовать я немножко в бок на главный шиплом побыла ну типа более-менее так вот посередине хотя можно еще даже немножко туда сместить в эту сторону новый пока она же как бы у меня крутится в принципе можно поставить сюда в бок и повернуть как бы нормально будет ну вот как-то так мне кажется нормально будет но дальше можно попробовать ну вот в общем работает лампа это ее максимальная яркость и свет такой белый а не желтый но максимальная яркость и белый свет и получается вот он весь рабочий стол в принципе виден и монитор на мониторе никаких бликов нет то есть вот сейчас смотреть видно что мы на мониторе все нет вот есть блик беленький в принципе да отражается но это это если сверху смотреть за блик виден в принципе если сидеть за монитором тоже ты же получается глаза у тебя ниже типа и этот блик не особо виден принципе так что может быть даже и норм тем более когда эта лампа горит это что же белая штука светится и в принципе там видно но честно говоря с яркость слабовато я думал побольше будет можно еще включить свет на потолке тогда вот такая картина почему как-то темновато примеру к примеру если включить лампу вот вот как сразу становится все яркое такое вокруг асли с этой да как-то и как-то и темновато что ли можно еще попробовать перейти на желтый цвет ну вот это такой чисто желтый цвет без белого можно и как бы совмещенный белый желтым по идее тогда может быть даже будет поярче потому что так горят либо одни лампочка либо другие хотя когда они начинают включаться другие начинают потихоньку выключаться то есть нету такого чтобы и белое и желтое одновременно горели на максимальной яркости то есть если они начинают включаться другие потихоньку начинают гаснуть это было прикольно и дети сразу горели то есть это получается был бы в два раза ярче потому что получается ряд через одну стоит белых и ряд через одну стоит желтых если бы одновременно сразу два ряда загорелись это было бы мне кажется намного ярче потому что сейчас только один ряд чисто желтых горит а когда мы переключаемся на белое чисто белых а когда мы еще не переключились то есть горят и белая и желтая то они горят каждый в половину своей яркости то что когда одни одни начинают включаться другие начинают выключаться вот и когда горят все вместе этого это их половина яркости а был прикольно чтоб сейчас и те и те которые не горят включились это сразу будет ну мне кажется намного ярче стало вот это кстати не доработка хотелось бы чтобы сразу можно было два света включить ну а вот сейчас горит и белый и желтый ну так мне кажется нормально мне кажется одно и и будет маловато конечно и даже с верхним светом тоже мне кажется будет темного ты уже привык что вокруг вот и там сейчас темно там темно и уже привык что вокруг все светло ну типа так поэтому мне кажется можно чтобы просто она была как дополнение как 3-я лампа чтоб сразу 3 лампа горела не знаю поэтому но честно говоря думал что она будет поярче просто я думал что она будет намного поярче она какая-то довольно таки темненькая то есть если вот выключить на потолке ну как бы клавиатуру видно мышку видно все что лежит на столе тоже в принципе видно просто что вокруг все темно и как-то не очень но так без лампы просто горит чисто вот это вот тоже как будто бы чего-то не хватает короче можно ее как третью лампу использовать ту которая на потолке эту и эту сразу все используются мне кажется то что уже как будто бы и здесь где-то темновато ну сейчас включим уже как вроде получше стало немножко но здесь как-то поярче в принципе она такая слабенькая честно говоря что можно и просто использовать как третью лампу я думаю не помешает ну вот примерно уровень глаз вы сидите так запыкану продая немножко левее поставил потому что я здесь сам сижу на цепь вот здесь смотрю и вот типа так вот с стальной лампы которая здесь а вот так с этой лампой которая сверху ну тогда сразу ну вот с другой стороны лампа которая настольная вот это потом потом две сразу вот они две и только на мониторе которая ну так просто так монитор как бы лучше видно на самом деле ну в общем сейчас вот так вот выглядит мой рабочий стул если от первого лета смотреть так вот примерно я сижу вот мой монитор я у него смотрю вот она камера не камера лампа камеру сюда поставил раньше она здесь стояла и сюда поставил в принципе нормально так она смотрит камера вы не камера лампа что я все путаю эту повыше поднял чтобы она в камеру не светила она на камеру чтобы не засвечивала в принципе нормально с ней только ракурс как раз так на тебя смотрит здесь лампа она сейчас горит ну вот видно на столе здесь вот освещено это как раз таки от лампы вот у нас но получается как как отдельная лампа лампа я конечно не используешь она слишком темненькая но как дополнительная вполне себе сойдет пример вот если посмотреть сюда сейчас можно увидеть что это я сейчас выключу немножко потемнее стало видно что здесь ярче становится ну а расположена она получается таким вот образом ну вот так получается накрепится ложится на монитор и сзади поджимается и кстати забыл сказать что вот это вот все за тут резиночка и он там резиночка вам такая вот полу круга резиночки здесь резиночка чтобы типа монитор не поцарапать и так вот она лежит на мониторе ну вот таким вот образом еще у этой лампы есть минус она не запоминает состояние то есть была ли она включена или выключена то есть настройки освещения она запоминает именно какой был цвет более светлой или более желтой какая была яркость но вот именно включена она была или нет она не запоминает каждый раз когда вы выключаете лампу в следующий раз вам придется ее включать то есть к примеру вот сейчас я ее включил выдергиваем из розетки она гаснет вставляем и она не включается нужно самому каждый раз при включении пока включать лампу но это как-то неудобно потому что при включении пока у меня монитор к примеру сам включается а к лампе нужно тянуть рукой и типа нажать причем там была обычная версия лампы с сенсорными кнопками я бы тогда так легко и легонечко чик и она бы включалась а тут нужно именно нажать а чтоб нажать нужно придерживать лампу потому что иначе она уедет ну если начнем сжать она типа съедет мне кажется и это неудобно что нужно лампу держать или нажать как бы и вотedd Canals она не запоминает состояние в каком она была то есть хотелось бы чтобы она запоминала состояние то есть если когда я хвачил комп если она включена для восхищения она сама включиналась том что яркость слабенькая но так в целом все остальное вроде норм я изначально покупал чтобы как большая защита для глаз было чтобы типа от монитора идет на себя излучение а лампа светила так вот то есть таким вот цветом сбивала это излучение вот так что вот такая вот лампа вроде как такое неплохое дополнение к монитору в принципе пойдет дополнительная подсветочка не помешает я думаю ну а на этом все всем пока два а и а и и и и и и и и и